Пятнадцатая ступень лестницы или лестницы. Труда пятого века святого Иоанна Лествичника о том, как взобраться на небо. Ровно на середине пути мы поднимаемся на ступень, на которой, если оступаются, то не соскальзывают ниже, а падают прямо вниз. Почему какой бы грех ни совершил, говорят, ну, согрешил. А когда блуд, говорят, падение. Почему блуд – это падение? Почему, когда соблудил, то пал, а не просто согрешил? Когда человек соблудил, он разбивает все то, что было накоплено его духовным опытом. Он как бы низводит это на нет. Опять приходит не то, что в отправную точку, а даже ниже отправной точки. Достаточно один раз приступить к заповеди чистоты и целомудрия, один раз только соблудить, как у тебя сразу появляется навык, стремление и желание дальше это совершать. Если человек укореняется в страсти блуда, то последствия бывают очень тяжелые. На ступени целомудрия в тончайших деталях открывается все, что знает церковь о том, как действует в человеке блудная страсть. Как она заходит в нас и парализует, связывая иногда по рукам и ногам. Как это происходит? Как эта форточка в нас незаметно для нас самих становится открытой? Как блуд от помысла часто до дела заходит в нас, даже в тех людей, кто этого не хочет, кто борется за чистоту? Грех усвояется человеком, входит в его естество, и закрыть дверь, которая уже заржавела, которая имеет изъяны, ее бывает очень трудно. С этой ступени соскальзывали, теряя все. Миллионы людей, целые народы, даже целые государства и города. Как библейские Содом и Гамора, на месте которых до сих пор безжизненное мертвое море. Почему лястричник называет целомудрие всеобъемлющей добродетелью? Целомудрие вообще относится ко всему. Относится к помыслам, относится к плоти, относится и к духу. Дух человеческий, который целомудрен, он не позволяет остальным частям своего естества впасть в грех. Преподобный Иоанн. Игумен Синайской горы. Лествица. Пятнадцатая ступень. О нетленной чистоте и целомудрии. Чистота есть усвоение бестелесного естества. Самая первая строчка на этой ступени. Бестелесное естество. Это что-то противоестественное для нас, целесных. Действительно, после грехопадения это стало для нас неестественным состоянием души. А когда-то в райских обителях это было, наоборот, естественное состояние души. Целомудрие. То есть то состояние, когда все в человеке очень гармонично. То состояние, когда ничто тобой не обладает. Мудрость целиком охватывает человека. Определение целомудрия лествичником показывает, какая высокая это уже ступень. Хоть и всего полпути. Целомудрие есть чистота души и тела. А она, чистота, усвояет Богу и, сколько возможно, делает ему подобными. Ведь вся наша битва, вся битва христиан, это битва ведь за чистоту, на самом деле. Да, это очень важно. Незамутненность, чистота. Какой чистый источник. Здесь нельзя определить глубину. Казалось бы, рядышком, а если спуститься вниз, то дна мы сразу и не достанем. Здесь глубоко. И вот целомудрие делает те глубины божественной радости, те высоты божественного созерцания очень близкими к человеку. Если ничего не замутнено, то все это находится рядом с тобой. Ты все это можешь прозревать. Целомудрие – это отсутствие мути. Отсутствие грязи, отсутствие тех страстей, которые делают человека рабами. Но целомудрие разбивает эти оковы. Но погружение на эти глубины может продолжаться всю жизнь. Лествичник прямо указывает, что борьба за чистоту может длиться до самой смерти. Не верь во всю жизнь твою всему бренному телу, и не надейся на него, пока не предстанешь Христу. Не думай, что ты по причине воздержания пасть не можешь, ибо некто и ничего не вкушавший был свержен с неба. Но смотрите, мы всегда оправдываем блуд больше, чем любой другой грех. Это же потребность, это природа, вот же оправдание, разве нет? Апостол Павел говорит удивительные вещи, что человек, который блудит, он согрешает против своего тела. То есть этот грех, он еще и против физиологии человеческой. Блуд не естественен и не замышлялся Богом, когда создавался человек. Да, человек должен был продолжателем быть рода. Но продолжателем рода, и в «Таинство венчания» мы читаем замечательные слова, «Брак честен», то есть сохранение чистоты в браке, и тогда ложа не скверна. То есть у каждого человека есть свой разный темперамент. Но этот темперамент можно проявлять только в законных рамках своей семьи. Верность. Вот данный Христом ключ к целомудрию в браке. И приступили к нему фарисеи, и, ускушая его, говорили ему, «По всякой ли причине мне позволительно человеку разводиться женою своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворившую вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует». То, что близость в законном браке целомудрена, про это и лествичник говорит, приводя пример апостола Петра, у которого были семья и теща, ее исцелил Христос, и при этом он был чист. Некоторые говорят, что по вкушении плотского греха невозможно называться чистым, а я, опровергая их мнение, говорю, что хотящему – возможно. Если бы ключи Царства Небесного были вверены девственнику по телу, то мнение это, может быть, имело бы основательность, но да постадит умствующих таким образом тот, кто имел тещу, то есть апостол Петр, а был чист и носил ключи Царствия. Потому еще, может быть, первое чудо в пору своего служения на земле Христос сотворил именно на свадьбе, благословляя брак мужчины и женщины. Это произошло здесь, в галилейском городке Канна. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему – вина нет у них. Иисус говорит ей – что мне и тебе, жена? Еще не пришел частный. Матерь Его сказала служителям – что скажет вам, то сделайте. «Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вместящих по две или по три меры. Иисус говорит им – наполните сосуды водой. И наполнили их доверху. И говорит им – теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли». Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, он не знал, откуда это вино, знали только служители, подчерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему – «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус сначала чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Я смотрю, тут везде теперь вино продается в сувенирных лавках. Говорят, то самое, только не знаю, хорошее или плохое. Но, наверное, это не то вино. Все-таки не то. Потому что после того чуда, как говорит Священное Писание, ученики уверовали в него. Видно, они попробовали вино и уверовали во Христа. Я думаю, здесь многие пробуют это вино, но, наверное, мало кто после вина теперь уверует во Христа. Если так задуматься, или, может, потому что я не женат, мне так кажется, странное чудо, да, немножко воду превратил в вино? Ну, на самом деле, ничего странного нет. Ничего странного нет. Воду, вино для праздника. Совершенно нормальное, в общем-то, явление. Действительно, оно веселит сердце человека, если оно умерено. Когда оно умерено? Когда человек умеет контролировать это. Мы здесь видим, что Бог доверяет человеку. Второй момент очень важный. Он безапелляционно слушается Божию Матерь, Богородицу. Она говорит, вина нет у них. А, он маму попросил? Мама попросила. Господь показывает отношение к родителям. А брак и целомудрие – это про одно? Про одно. Про одно. А где эта связочка? Почему? Это связочка верности. Связочка в том, чтобы человек, выбрав себе половинку, подчеркиваю, половинку именно, он дал возможность этой половинке быть в тебе уверенным, быть в тебе, чтобы видел надежного человека. Приносит воду, и вода, по слову Христа, она становится вином, причем вином прекрасным. Казалось бы, причем здесь брак, для чего эти слова читаются за каждое таинство венчания. Вино, которое мы видим здесь, первое вино человеческое, и второе вино божественное – это символ любви между теми людьми, которые вступают в брак. Первая любовь, она такая вот чисто человеческая, мурлинее чувств. А потом идут годы жизни, браки, и в какой-то момент это заканчивается. Но нет этой любви, ты видишь все минусы, ты понимаешь, что это ужасно на самом деле человек, ты не понимаешь, каким образом мы могли оказаться вместе. И вот здесь начинается вторая часть. Когда все закончилось, если помолиться, если попросить, если постараться, то приходит Бог, и из этого ничего, которое вода, делает вино, которое превосходнее первого, дает такую любовь, о которой говорить почти невозможно, потому что она превосходит все наши человеческие слова. Отчего мы блудим? Лесточник прямо называет причиной. С новоначальными, то есть с теми, кто только делает первые шаги в христианстве, телесные падения случаются обыкновенно от наслаждения едой. Со средними они бывают от высокоумии или от той же причины, как и с новоначальными. Но с приближающимися к совершенству они случаются только от осуждения ближних. Сему же наиболее подвержены те, которые покоряются бесу тщеславие. Ибо они, видя, что уже нечасто возмущаются в сердце своими блудными помыслами, преклоняются к тщеславии. Его по-другому можно назвать разнузданность. Вот просто блуд – это не просто там с кем-то согрешил. Это твое состояние души. Это такая вот разнузданность. Но разнузданность, знаете, такая плохая. Кроме меня никого нет. Я что хочу, то и творю. То есть свобода моего кулака не ограничивается ни лицом, ни телом другого человека. Я не уважаю его, в общем-то, какие-то взаимоотношения. Если даже это и по обоюдному согласию, в общем-то, происходит. Набейте мне, пожалуйста, морду. Это не значит, что я должен исполнить это пожелание другого человека. И вот снова от тщеславии, как главной причине блуда, говорит уже сама эта страсть. Я имею в себе отца своего – самолюбие. Рожжение происходит от угождения мне, плоти, и от чрезмерного во всем покоя. Соломудрия – это счастье. Почему, когда случается вот антитеза с Соломудрию, когда человек падает, любой, кто падал, понимает сейчас, о чем мы. Почему приходит какая-то невероятная пустота, и все становится просто серым, ужасным? Это другое состояние между раем и изгнанием из рая. Если мы исповедуем, что Бог есть источник радости, то тогда пребывание с Богом – это является именно таким радостным состоянием. Если мы без Бога радоваться, мы не можем. Без источника воды мы жить не можем. Без источника радости мы жить не можем. А почему от блуда высыхает этот источник в себе? Потому что ты, приступая закон, сам себя удаляешь от Бога. Вот ничего чистого с нечистым не может быть. Ты удалил себя от Бога. Вот и все. И наступает эта пустыня внутри, да, холостя? Все очень просто. Над тем, чтобы мы угодили в эту пустыню, работают бесы. И лесточник показывает как. Бесчеловечный наш враг и наставник блуда внушают, что Бог, человека любив, и что Он скорое прощение подает всей страсти, как естественный. Но если станем наблюдать за коварством бесов, то найдем, что по совершении греха они представляют нам Бога праведным и неумолимым судьей. Первое, они говорят, чтобы вовлечь нас в грех, а второе, чтобы погрузить нас в отчаяние. Это продолжится и после. Когда печаль и отчаяние в нас усиливается, тогда мы не можем приносить должного покаяния, хотя в печальном расположении души и не предаемся греху. Когда он и угаснут, тогда опять мучитель наш внушает нам о милосердии Божьем, чтобы мы снова пали. Ведь как бывает, вот замечательные люди сошлись, прекрасно, все хорошо. Он в какой-то момент взял и начал пить. И вот приходит жена и говорит, я не могу. Вот он пьет, там, то да сё, пятое, десятое. Я не хочу с ним, в общем-то, жить. Стой, подожди. Когда ты из-за него выходил замуж, он пил? Нет. Это как тебе надо вести с человеком, чтобы он запил? Или приходит муж и говорит, всё, батюшка, говорит, она, говорит, со всеми флиртует, она, в общем-то, смотрит направо-налево, глудит там или ещё что-то такое. Я хочу развестись. Стой, подожди. Как ты хочешь развестись? Это как себя надо вести, чтобы человек начал смотреть по сторонам. То есть вот здесь мы очень часто о себе судим, что я такой, в общем-то, розовый и пушистый, святой и замечательный, а со мной живёт маленькое исчадие ада. Такое, не совсем исчадие ада, но маленькое, уже начинающееся. И как я... Это мой крест. И это мой крест. И вот я взвалю и несу. Стоп, стоп, стоп. Не он твой крест, а ты его крест. То есть ты должен облегчить ему этот жизненный путь, а не он тебе. Ты ей должен облегчить жизнь креста, а не она тебе. То есть кто кому помогает, кто кого поставил на пьедестал. Я себя поставил на пьедестал или жену свою поставил на пьедестал? Здесь очень важный такой аспект. И такое отношение друг к другу делает целомудренным. Делает целомудренным. Господь, как нетленный и бестелесный, радуется о чистоте и нетлении нашего тела. Бесы же ни о чем другом столько не веселятся, как о злоспразии и блуда. И никакой страсти не любят так, как оскверняющую тело. Двойной праздник для нечистых духов, когда в блуд увлечено сразу двое. Окаянин падающий, но тот окаяннее, кто и сам падает, и другого увлекает к падению, потому что он понесет тяжесть двух падений – тяжесть сласти. Всякий грех является падением. Но так случилось, что именно этот грех, он обозначается чаще всего этим синонимом – падением. Блудник грешит против своего тела и падает и духовно, и телесно. И нарушается некое течение природы. И вносится дисгармония не только в жизнь этого человека, но и во всю Вселенную. Это действительно очень сильное падение, потому что ведь можно подвязаться долгие годы, достичь уже каких-то результатов. И вдруг на каком-то этапе, когда уже взобрался по лестнице добродетелей, в одно мгновение – пасть на самое дно. И так было. Мы знаем это из потеряков и житей святых. Так было даже тогда, когда люди подвязались много десятилетий, и они падали. Но никто из нас не смеет произносить суд, потому что суд принадлежит только Богу. Вот так святой Иоанн Лесточник с точностью врача, описывающего диагноз в анамнезе больного, фиксирует, что происходит с человеком, сраженным блудной страстью. Такой человек во время брани ощущает телесное разжение, подобное огню от распаленной печи. Люди могут начинать сгорать, и ничего не могут с собой сделать. Телесное разжение – и всё, оно тебя… ты как будто горишь в собственном огне. Человек может подбрасывать дрова в этот огонь, как мы уже с вами говорили. Если он не хранит своих очей, если он не хранит своих чувств, если он не хранит свой слух, своё осязание от того, чтобы, в общем-то, эта страсть не разжигалась, эта страсть потихоньку будет уходить. Борющийся всегда побеждает. Всегда. Только не останавливаться на этом пути и не бояться падений, которые на этом пути во время борьбы могут с тобой происходить. Надо вставать и идти дальше. Все бесы покушаются сначала помрачить наш ум, а потом уже внушают то, что хотят. Ибо если ум не смежит очей своих, то сокровище наше не будет похищено. Но блудный бес гораздо больше всех употребляет это средство. Выходит, что-то должно открыть дверь блудной страсти и помрачить сперва ум. Веспищник делает открытие о том, как блудная страсть приходит в человека. Что есть несколько ступенек, несколько степеней, несколько ключиков, которые надо открыть в человеке, и вот тогда она зайдёт. Он первый открыл эту связь. Этих ключиков шесть. Прилог, сочетание, сосложение, пленение, борьба, страсть. Пока не открыл один, не произойдёт другого. Прилог – это первый. Что это? Прилог – это когда нам предлагается тот или иной образ, то или иное ощущение, то, что лукавый говорит «посмотри на это». Как Змис некогда соблазнил Еву и сказал «посмотри на этот плод, он вожделенен и прекрасен для глазов, сорви и ешь». И она сорвала и ела. Но сначала он показал ей этот плод. Следующий шаг этого пленения – сочетание. Что это сочетание? Вторая ступень. Когда человек увидел этот грех, когда ему был он предложен, он начинает обдумывать. Обдумывать, принять его или не принять. И сочетание – это борьба совести и страстной части души человека. Когда эта страстная часть говорит, что ничего в этом страшного нет. Да, это нормальные действия, так поступают все. И что ты, в общем-то, здесь себя так накоришь. А совесть говорит наоборот. Она говорит «не смей, погибнешь». Это смерть, это яд. Если еще чуть-чуть добавишь яда, то ты помрешь. Сочетание, если оно происходит, это все мгновение происходит в жизни человека. Если оно происходит, то человек переходит на следующую ступень. Действие греха в нем. Следующий шаг – сосложение. Что это? После того, как человек сам себя уговорил, то именно сосложение, человек его себе усваивает. То есть усваивает этот грех. Он его усваивает настолько, что он говорит, что это мое уже. Мое. В общем-то, это может быть плохо или там подобное. То есть находит в себе оправдание, почему он это будет делать, совершать, думать об этом, жить с этим или только одномоментно в это вступит. То есть оправдательный момент для себя. А потом происходит пленение. После того, как человек себе нашел оправдание, он начинает его совершать этот грех. Вот пленение греха, то есть вход в естество человека, в его жизнь. То есть совершение греха – это и есть начало пленения грехом человека. Когда страсть в человеке начинает уже действовать. Пятый уровень связывания – это борьба. Все-таки после пленения человек осознает, что он уже пленен, связан и начинает бороться. Вкусив греха, он понимает, что это неестественное его состояние. Он понимает, что это то, что отравляет его жизнь. И, естественно, внутренний человек начинает сопротивляться. Кстати, может сопротивляться и внешний человек. Может быть, отторжение. Какой-либо юноша в первый раз покурил, да, и его начинает рвать. Вот это и есть борьба, скажем, твоего естества. Он еще пытается вырвать дух твой, пытается вырвать этот грех, но уже корни пущены. И потом уже финальная, шестая стадия – страсть. То есть это то, что стало частью природы человека. Это уже только хирургическим путем из человека можно удалить. Но на всю жизнь останутся шрамы, на всю жизнь останутся последствия, на всю жизнь у человека будет память об этом грехе. Плохая, хорошая, но она останется на всю жизнь, если он ее, скажем так, из себя и живет. Если не живет, то так и останется калекой на всю жизнь. Но кто первая, то есть прилог в мысли, помышляет бесстрастно, тот одним разом отсекает все последнее. То есть лучше бороться на первой стадии. А если дошел уже до конца? Лучший способ борьбы со страстью – это такое духовное хирургическое удаление этой страсти. Надо сделать так, чтобы ничто про эту страсть тебе не напоминало. Отсечь все возможные пути воздействия страсти на тебя. Лишиться иногда друзей, иногда, скажем так, лишиться, может, и более близких, в общем-то, людей. Иногда лишиться своего любимого дела, чтобы эту страсть задушить в корне. Борьба нужна в любом случае. А признак совершенства в целомудрии по Лесточникову вот какой. Предел и крайняя степень совершенной и всеблаженной чистоты состоит в том, чтобы в одинаковом устроении пребывать при виде существ одушевленных и бездушных, словесных и бессловесных. Это местечко называется Магдала. Это сад. Считается, что в нем стоял дом Марии Магдалины. Сегодня сюда со всего мира приезжают паломники, купаются вот в этих источниках, которые здесь есть. И очень многие просят ее о целомудрии. А почему ее? Почему Марию Магдалину о целомудрии? В Священном Писании мы читаем, что изнеяжи, если на церковно-славянском языке, изгнашись седьмь бесов. Комментаторы, толкователи Священного Писания говорят, что это семь страстей, основных семь страстей, среди которых, естественно, и страсть блуда. Блуда, прелюбодейство. И Господь освобождает ее от этой страсти. Это тоже очень знаменательное событие, что именно Господь освобождает от этой страсти. Когда человек исцеляется сам, страсть эта вернется к нему обратно обязательно. А когда он со смирением скажет, что не мне, не мне, Господи, а имени Твоему, славы и честь, то тогда вот это искоренение от страсти, оно основательно. И, естественно, тот, кто в своей жизни смог избавиться от этой страсти с помощью Божьей, то он имеет власть повелевать над этими страстями. Мария Магдалина обхитрила эту страсть. Она последовала за Христом и получила полностью исцеление от нее. Тот, кто не хочет исцелиться от этой страсти, он тоже скажет, ну вот, видите, у Христа была блудница, почему бы и мне, не бы и там, пожалуйста, если ты блудник, будь рядом со Христом. Если ты осознаешь, что ты болен, все, ты уже нуждаешься во Христе. Дальше Господь сделает все за тебя сам. А святые помогут. Святцы полнятся примерами людей, победивших блудную страсть при жизни и помогающих бороться с ней после своей смерти. Святой Моисей Угрин, попавший в плен к польской вдове, он много лет сопротивлялся ее попыткам соблазнить его. И даже тогда, когда попытки сменились на пытки, женщина приказала оскопить преподобного и каждый день давать ему по сто ударов кнутом. Его мощь и теперь в пещерах Киеве-Печорской лавры. Здесь же подвязался святой Иоанн Многострадальный. 30 лет он боролся с поедавшей его блудной страстью, однажды проведя весь великий пост, закопав половину своего тела в землю. Святая Фомаида Александрийская, которая в V веке отказала в близости своему свекру, и тот, обезумев, растек ее мечом. Преподобная Таисия Египетская Фиваидская. Она с юных лет, как и ее мать, вела развратную жизнь, пока однажды старец Пафнутий Великий не открыл ей Бога. Таисия прилюдно сожгла на площади все нажитое блудом добро и поступила в женский монастырь. Удивительный святой преподобный Виталий Александрийский. В VII веке, будучи уже 60-летним старцем, он взял на себя необычный подвиг. Стал усердно молиться за всех блудниц Александрии. Ежедневно он зарабатывал тяжелым трудом 12 медных монет. На одну покупал себе один боб, который съедал на закате солнца, а остальные деньги отдавал одной из городских блудниц. Святой приходил к ней на ночь, заперлся в комнате, и пока та спала, всю ночь читал псалмы и молитвы, а утром тихо уходил. Жители Александрии, не зная всех этих подробностей, возмущались поведением инока, мол, ночуют упадших женщин. Но Виталий так вымолил у Бога очень многих из них. Одни стали честно зарабатывать себе на жизнь, другие вышли замуж, а третьи ушли в монастырь. И самая, наверное, яркая биография победы над блудом – Святая Мария Египетская. Блудница, которая в какой-то момент взяла, сумела остановиться, перешла, может, здесь, может, где-то в другом месте по течению Иордана, реку, и 50 лет вот там, в пустыне, где сейчас Иордания, жила в пустыне за Иорданом. И стала святой, блудница. Как у нее получилось? Когда мы кого-либо любим, у нас все получается. Любовь нами чувствуется тогда, когда вдруг что-то нас поразит. Мы не почувствуем какую-то заботу о себе. Мы почувствуем несоответствие себя и того, кто нас любит. Мария Египетская почувствовала заботу и любовь к себе. И она, видно, была очень решительная. Она решила отплатить тем же. Пойти за тем, кто тебя любит, за Богом и просить у него помощи. Первый рецепт победы над блудной страстью от святого Иоанна Лествичника. Никто из обучивших сохранению чистоты да не вменяет себе приобретение ее. Ибо невозможное дело, чтобы кто-нибудь победил свою природу. И где природа побеждена, там познается пришествие того, кто выше естества. Представь Господу немышь своего естества, сознавая во всем свое бессилие. И неощутительным образом получишь дарование целомудрия. Как только какой-либо добродетель мы припишем к себе, скажем, о, я достиг молитвы, о, я стал добродетельным человеком. Все, значит, это начало твоей погибели. Значит, скоро у тебя этого не будет. Потому что все, что сделал ты, оно должно во времени закончиться. Все, что во времени началось, во времени закончится. Все, что сделал Господь, оно будет вечно. Если в тебе что-то есть, отдай это Богу. Все отдай Богу. Пусть Он будет начальником этого всего. Всех добродетельных. Твоего целомудрия, твоей молитвенности, твоей любви, твоего послушания отдай Ему. Припиши Ему это все. И это останется с тобой вечно. Лесточник предупреждает. Не думай не изложить беса блуда возражениями и доказательствами, ибо он имеет многие убедительные оправдания, как воюющий против нас с помощью нашего естества. Как из этого выбираться, если уже случилось? Кто телесными трудами и потами ведет брань с сим-соперником, то есть с блудом. Тот подобен связавшему врага своего слабыми веревками, телесными трудами и потами. Кто воюет против него воздержанием и бдением, ну понятно, о чем речь. Тот подобен обложившему врага своего железными оковами. А кто вооружается смиренно-мудрием, безгневием и жаждой, тот подобен убившему своего супостата и скрывшему его в песке. То есть получается, победить блуд можно смиренно-мудрием, безгневием, ну и жаждой по Богу, наверное. В общем-то да, но блуд еще можно победить в семье еще одним способом. Обратить внимание на свою половинку и начать делать комплименты. По любому вопросу. Но только искренне. Только искренне надо начать делать комплименты. Если мы это не будем забывать, то вдруг и жена как-то изменится, вдруг и муж как-то преобразится. А вот еще одно оружие этой борьбы – память смерти. Да засыпает и да восстает с тобой. И вместе с нею Иисусова молитва. Память о смерти работает? Если человек ждет жизни вечной, то работает. Если человек сомневается в жизни вечной, почти не работает. Еще таблетки от блудной страсти – это смирение и безмолвие с послушанием. Смирение. Да. Это очень сильно работает. Если человек начинает воспитывать в себе смирение, то есть это знание своей меры, я могу сказать, что на 100% он победит эту блудную страсть. Человек, взявший на вооружение с этой страстью именно смирение, он ее всегда победит. Безмолвие и послушание. Безмолвие, если смирение – это безоговорочное лекарство, то в безмолвии есть очень много «но» или «если». Да, безмолвие. Но если это безмолвие направлено на Бога, на созерцание Бога. Да, безмолвие, если это безмолвие не вызвано самолюбием. Нельзя себя ввергать в то состояние, в котором эта страсть возобладает, все проявят. То есть первый и самый важный закон борьбы с этой страстью – избегать тех сообществ, тех картин, тех образов, которые вызывают эту страсть. Это самое первое и самое важное. То есть блокировать все то, что ее вызывает. А еще в добротолюбии неоднократно сказано – человек своими силами, что бы он ни делал, не способен победить эту страсть. Абсолютно не способен. Победу над ней дает только Бог. То есть, соответственно, здесь должна быть еще и молитва, стремление, чтобы это произошло. Бог ждет от нас искренней молитвы без каких-либо оговорок, внутренних или внешних. А такая молитва, конечно же, невозможна без смирения, как осознание своей полной и конечной зависимости от Бога. Отец Игорь, а вот давайте теперь отложим лестницу и скажем прямо. Ведь мы живем в совершенно блудном мире сейчас. В мире, где все говорит или намекает на блуд. От рекламного счета до нынешней моды, одежды твоих одноклассниц, до ничем не сдерживаемой порнографии в интернете. Мы что, все пали? Есть у тебя блудная страсть, нет блудной страсти. Господь призывает к тому, не чтобы мы не падали. Он понимает, что это невозможно. Он призывает к тому, чтобы упав, ударившись, поняв, насколько это не просто больно, а насколько это, в общем-то, неприемлемо для человека, человек встал и старался, я подчеркиваю, старался, больше не согрешать. Иди больше не согрешай, говорит Господь, блудница. Значит ли это, что борьба с блудной страстью, она сейчас значительно сложнее в наше время, чем даже вот в том веке, когда писалась эта книга? Может быть, в наше время тяжелее противостоять этой страсти. Но средств, чтобы противостоять этой страсти, у нас намного сейчас больше. У нас доступны книги, у нас доступен тот же самый интернет, через который мы можем многое, что для себя подчеркнуть, и примеры, образы, даже просто настроение, как с этим справиться, откуда-либо там взять. Там, может быть, из фильмов, из лекций. У нас сейчас намного больше стало храмов, в которых мы можем приобщиться к святых христовых таинствам и других таинств церковных, получив силу и благодать. Средства были и тогда. Средства, чтобы это победить, есть и сейчас. Главное, мимо них не проходить, этих средств. А самое доступное из этих средств – молитва. Лесточник прямо показывает, какой силой обладает в борьбе с блудом искреннее обращение к Богу. Бывший негде в собрании, я заметил, что на одного тщательного брата напали нечистые помыслы. И как ему не нашлось приличного места, где бы тайно от других помолиться, то он вышел как бы по естественной нужде. И там произнес усердную молитву на сих супостатов. И когда я ему выговаривал за неприличность места к молитве, он отвечал, о прогнании нечистых помыслов я и молился в нечистом месте, чтобы очиститься от скверны. А как сделать так? Да и возможно ли сделать так, чтобы тебя это не касалось? Как надо так жить, чтобы блуд в тебя не зашел? Если человек влюбится, и любовь эта будет к Богу, тогда никакой грех в него не войдет. Любовь – это то, что человек ищет общение с объектом своей любви. И ему некогда отвлекаться на себя. Я в любви себя забываю. Я в любви ищу только того, кого я хочу достичь. Кто является объектом моей любви. Поэтому, влюбившись в Бога, полюбив Его, мы сможем преодолеть любую страсть. Мы, конечно, имеем одну природу, падшую человеческую, но тоже способны свою волю преклонить к воле Божией, а не к воле дьявольской. И тоже способны выйти из этого победителями. И даже тогда, когда мы оказываемся на краю пропасти, и совсем у нас не хватает сил, и иногда даже падаем и срываемся, потом вставаем и понимаем, что маленький-маленький зазор всегда существовал. Не хватило только немножко решимости и того, чтобы просто повернуться лицом к Богу. Сказать, Господи, да будет воля не моя, а Твоя. Я Твою выполню. И как бы ни было трудно, этого падения бы не было. В конце этой главы сама блудная страсть снова суммирует все лучшие средства борьбы с ней и признается листочнику. Если познаешь глубокую мою и Твою немощь, то тем свяжешь мои руки. Если гортань умучишь воздержанием, то есть будешь поститься, то свяжешь мои ноги, чтобы они не шли вперед. Если соединишься с послушанием, то освободишься от меня. А если приобретешь смирение, то отсечешь мне голову. Из 30 глав, из 30 ступеней лестницы от целомудрия, может, самое внушительное. Здесь больше 80 пунктов. А если пытаться одним главным словом описать, что нужно для того, чтобы стать целомудренным, какое это будет слово? Я бы, наверное, сказал, что целомудренный человек у Бога за пазухой. Он уже близок к Богу и, можно сказать, Божий человек. Давай поставим точку и скажем, что на середине пути движения человек становится Божий. Божий человек. Идем дальше тогда. Субтитры создавал DimaTorzok